Здравствуйте, уважаемые зрители! Наша с вами любимая китайская промышленность иногда преподносит сюрпризы, не всегда приятные Ну и давайте поговорим, как это можно все-таки использовать В частности, сейчас в ролике речь пойдет о вот этом модуле ESP01, DASH-T11 Если вы еще не купили это недоразумение, то в принципе не надо этого делать, это в общем-то неверный путь. Объясняю почему Значит, причина очень простая. Он рассчитан на установку ESP01 стандартного Питание подается на два диппон-пина Стабилизатор от 6 вольт, поэтому сюда можно подать ну там USB и так далее, либо же прямо напрямую подключить аккумулятор литиевый, но тогда обязательно с защитой, потому что эта плата на ней стоит довольно яркий синий светодиод она, если ESP01 ниже 3 вольт, скорее всего не будет запускаться то светодиод выпит ваш литиевый аккумулятор до упора и ему конец На плате есть кнопка Restart Модуль DASH-T11 подвешен на GPO-2 Сигнальной ногой Не знаю, кому пришла в голову такая гениальная идея Почему гениальная? Потому что есть GPO-0 Дело в том, что на GPO-2 на модулях ESP01S выведен светодиод Ну и соответственно мы можем либо мигать, либо работать с DASH-T11 Вместе это делать нецелесообразно, ввиду того, что ESP может DASH-T воспринимать наше мигание Особенно если мы PWM будем использовать как сигнал к работе с DASH-T11 Ну и соответственно могли бы вывести GPO-0 как кнопку Могли бы DASH-T11 подключить не к нулевому, а к RX, например, совершенно не важно Ну вот Значит, светодиод постоянно включенный И не очень хороший выбор, на мой взгляд, GPO-ноги Ну а самая важная претензия к этому Значит, модуля, это то, что DASH-T11 находится под Довольно горячим сердцем ESP8026 Соответственно, как измеритель температуры и влажности Коим он и так весьма посредством является Эта плата, в общем-то, становится совсем малопригодной Это значит, что вообще ничего сделать нельзя Ну не совсем, надо просто принять меры В частности, ESP-01 должен у нас находиться в режиме сна К сожалению, легкого, поскольку GPO-16 не выведен Никаким образом, а подпаиваться к чипу Это удовольствие не знаю для кого Но не для меня точно В режиме легкого сна потребление будет, конечно, все равно не нулевое Ну не микроамперами, а миллиамперами числятся Но все же это намного лучше Самое важное, что чип будет оставаться достаточно холодным Поскольку Wi-Fi стек будет погашен И, в общем-то, основные функции процессора будут установлены Так, значит, вариант 2 Как прошить модуль для использования Есть вот такой мост для ESP-01, он не очень выгоден в том плане, что на нем нету То есть мы GPO-0 должны притянуть к земле с помощью, например, пинцета Потом включить это безобразие, убрать пинцет и тогда прошиваться Намного более удобен модуль, у которого помимо кнопки рестарт Выведена колодка, дублирующая все ноги И мы можем, в общем-то, перемычкой GPO-0 на землю повесить Воткнуть модуль, прошиться и потом убрать перемычку Еще китайская промышленность выпускает прекрасные вот такие модули Ни в коем случае их вообще не покупайте Это просто переходник с ESP-01 на обычные две колодки по 4 пина Все бы было хорошо, если бы эти друзья поставили конденсатор керамический по питанию И он соединен с ВЦЦ, но соединен с землей Но земля от конденсатора не соединена с землей пина Пришлось подпаять вот такую перемычку от выхода конденсатора на землю И только тогда я это все заработал То есть в варианте, в котором на Али это продается У меня таких пара модулей, купленных в разное время у разных поставщиков Проблема одна и та же Вы просто включаете в нее ESP-01 и он у вас не работает от слова вообще Лечится это перемычкой напаянной Но никто с паельником не дрожит, для того это тоже задача Хотя, конечно, тут делать нечего Ничего страшного Если вы используете такой модуль, то вам потребуется еще UART USB-переходник И подключается RX-TX Опять же, GP-1 на землю Питание подаете 3,3 вольта И прекрасно у вас все тоже прошлется Так, мы поговорили об аппаратной составляющей Ну а самое важное, понятное дело, программное Итак, как я уже сказал, в режиме легкого сна Wifi-стэк погашен Это значит, что мы не можем поднимать на себе какой-нибудь веб-сервер На котором мы можем считать данные Ну и что тогда получается? Получается, что наш путь это сбрасывать Периодически измерять данные И сбрасывать их в облако Ну и раз речь идет об облаке Значит, Google нам в помощь И об этом, в общем-то, будет ролик Кому не интересно, заканчивайте просмотр До свидания Итак Код, который можно залить, будет модуль Проект будет под видео, понятное дело Значит, первое, что нужно сделать Код является в данный момент неполноценным То есть вы не можете Точнее, можете его залить Но без заменения параметров Он у вас работать не будет Потому что каждый ваш, значит, улучшный сервис Он уникален Он получит свой ID И вот сейчас мы посмотрим, как это будет сделать Можно Так, первое, что вы можете при компиляции И заливке в модуль сделать Это в файле customization.h Указать имя вашей Wi-Fi-сети Пароль вашей Wi-Fi-сети Если вас не устраивает ntp-serverpool, ntp.org Поставить свой Прописать тайм-зону У меня Москва ntp-3 И самое важное Нам нужно будет получить URL скрипта Без этого как бы все это работать не будет Если вы эти параметры пропишите сюда Откомпилируете и зальете в модуль То, в принципе, у вас все будет работать Сразу Второй вариант, который видится тоже простым Но ни разу простым не является В каталоге data есть config.json файл Также вы эти параметры можете прописать сюда То есть имя Wi-Fi-сети, пароль И URL скрипта Также вы можете поправить параметры толерантности По температуре, по влажности Период замера И на какой каждый замер мы сбрасываем данное облако Мажор период это в секундах Каждую минуту по умолчанию Сен-Деври это каждые 15 замеров То есть в среднем раз в 15 минут Мы должны сбрасывать данное в облако Если при очередном замере каждую минуту Мы получили разницу в температуре 2 и более градуса Или разницу во влажности 5 и более процентов То данные уйдут сразу И счетчик обнулится DHT11 очень неточный Поэтому ставить маленькую толерантность не советую Он у вас гулять будет что по температуре Что по влажности Плюс он не поддерживает дроби Поэтому 2.5 это в общем-то довольно нормальное приближение Хотя по влажности он тоже может гулять периодически Так, ну и самое важное Нам надо получить URL скрипта Поехали Идете на ваш G-Drive Создаете новую папку Заживаете ее CloudDHT11 Если захотите как-то назвать по-другому Я покажу где поправить, чтобы это все продолжало работать Заходите в нее Создаете внутри Таблицу гугловую Это у нас таблица с шаблоном На основе которого будет создаваться новая таблица Содержащая непосредственно данные Идете в меню Файл И говорите импортировать Значит загрузка Выбрать файл на устройстве Так В том месте, где находится проект Будет каталог Google Там вы берете Файл CloudDHT11.ods Делаете открыть Заменяем текущую таблицу Она вам не нужна Получаете такую табличку Давайте Шрифт взял чуть поменьше Значит здесь у нас 5 колонок В первой колонке Уровень Wi-Fi Потом будет дата и время Когда эти данные прилетели в облако Дата и время, когда они были считаны Температура и влажность Все это подчеркнуто Последнее, что нам нужно сделать Это выделить первую строчку Пойти в вид Закрепить А, ну тут вот можно Одну строку Первую строку Вот Теперь Все прекрасно Переименовываем эту таблицу Ну можно в принципе и здесь переименовать Называем ее На CloudDashT11 Например На самом деле это не обязательно Вы можете как угодно ее назвать Вот Но так просто будет удобнее Итак, первый шаг Мы сделали Шаг номер два Создаем в этой папке Еще Google Apps Scripts Создается пустой скрипт Значит так Код скрипта В каталоге Google В проекте Есть файл GT Не нужно ничего Копируете Весь этот текст Он на Явскрипте написан Вставляйте его вместо Всего что здесь есть Вот Прекрасно Теперь осталось его немножко поправить И опубликовать Итак Касательно правок Если вы хотите Чтобы каталог Где у вас все будет содержаться Назывался не CloudDashT11 Вы должны Исправить Функцию GetFolder Где вот FolderName Указан Константой Вот здесь вот Вы правите Дальше второе Что вы должны Исправить Если у вас TimeZone Не GMT Плюс 3 То Константа TimeZone Вы должны поправить Ее в Функции GetSuppersheet И Ну SaveData Ладно Мне закомментируем Но допустим И здесь Чтобы уж Вот И последнее И самое важное Вы должны Поправить Template ID Таблицы Которая Будет Использована Значит так Переходим В нашу Табличку Открытую В URL Мы видим Что Docs Google Com Spreadsheets Дробь D Дробь Потом пошла Такая ерунда И в конце Дробь Едет Еще что-то Вот все После Дробь И Дробь Edit Вы Копируете И Вставляете Это В Темплейт ID И функция GS Splishit Так GMT Plus 3 Я не Трогаю Каталог Называется CloudDash T11 Вот Больше Я ничего Не трогаю Сохраняю Сохраняю Проект Назвать Его Тоже Можно Как-нибудь CloudDash T11 Вот Проект Сохранен Теперь Мы идем В меню Публиковать Развернуть Как Век Приложение И Самое Важное Кто Имеет Доступ К этому Приложению Вы Должны Выбрать Anyone Even Anonymous Кто Угодно Даже Анонимы Делаете Деплой Google Говорит Что Нужно Предоставить Разрешение Этому Скрипту Выбираете Свой Аккаунт Google Говорит Что Типа Это Опасно Перейти Все равно Значит Так Этому Скрипту Будет Предоставлено Разрешение На Ждрайв И На Таблице Ну Логично Говорим Разрешить Вот Теперь В Current Web App URL Мы Имеем URL Нашего Скрипта Уже Развернутого Так Либо В Config JSON Мы Вставляем Вот Сюда А Значит Ури Мы Должны Указать До Без Указания Сайта И HTTPS То есть Drop Macros Он должен Начинаться Но А Доканчиваться До Конца Вот Поскольку Скрипт Google Ком Вынесен В отдельное Поле И Порт 443 HTTPS Протокол Тоже Вынесен Отдельно Вот Либо В Customization Раскомментируете Здесь Все Удаляете Все лишнее Duo Drop Macros И Сохраняете Это Здесь И Заливаете В Плату Так Значит Мы Можем Залить Из Файла Config.json В Каталоге Data Данные В Плату С Помощью Стандартного Где Там А Project Task Вот Upload Filesystem Image Единственный Момент Платы Которые Есть У Меня ESP01 В Них Так Залить Не Удалось Была Ошибка Ну То Есть Данные Сливаются Но Потом Возникает Таймут Как Но При Этом Файл В SPI FFS И В Общем То Все Работает Так Хорошо Мы Получили Имя Скрипта Скрипт Мы Опубликовали Мы Получили Темплейт Все Готово Для Работы Значит Собираем Проект Заливаем Его В Плату Ну Я Использую Такую Штуку Значит Так Она Уже Залито Подключаем Все Это И Допустим Если Мы Ничего Не Правили Каким Образом Можно Параметры Поправить Если Файл Откомпилирован Подаем Питание Вот На Плате Замигал Светодиод Она Перешла В режим Точки Доступа Идем В сети Видим Точку Доступа С именем ESP Почерк Cloud DASHT11 Говорим Подключиться Набираем А Пароль у меня У меня У меня У меня Две сетевые Карты Поэтому Доступ К интернету У меня Не отвалился Мне придется Набрать Руками Студент 26 84 1 Если бы У вас Был В Bluetooth В смысле Телефон Планшет Ноутбук С Wi-Fi То вы Могли бы На любой HTTP Сайт Не HTTPS Зайти И Капчер Портал У вас Перебросил На страницу Настроек Тут Вы Можете Ввести Имя Вашего Wi-Fi Пароль Поправить NTP Сервер Таймзону И Самое Важное То Что нам Нужно Сделать Здесь Это Исправить URL Drop Macros Так Все остальное Также Вы можете Поправить Толерантность Температуре К влажности Меряем Каждые 60 секунд Сбрасываем Раз В 5 Минут Делаем Store Теперь Делаем Рестарт Модуль У нас Переходит Рестарт Он за разу Еще раз Точку доступа Поднимет Но если Мы в течение Минуты К ней Не подцепимся И у нас Все необходимые Параметры Введены То Модуль Перейдет В боевой Режим К сожалению На этой плате Нету TXRX Поэтому Мы не узнаем Что Им не понравится Только По меганию Светодиода В конце Можно будет Понять Что Что-то Не так Отключаем Отключаем Сет Платы Вот И Через минуту Она Перейдет В Боевой Режим Вот Что-то С первого Раза Не понравилось Она Отмигалась Если Мы Перейдем Наш Каталог Тут Ничего У нас Пока Не изменилось Подождем Следующего цикла Благо Это Одна минута Итак Мы Видим Что Создался Каталог С Именем Значит Последних Цифр Макадреса Платы То есть Если у вас Будет Несколько Плат С такой Прошивкой Они Будут В Разные Каталоги Забрасывать Данные Если Мы Войдем Внутрь То Тут Мы Увидим Табличку Сейчас Мы Немножко Поправим Один Раз Таблица Создана На базе Того Темплейта И Ее Имя Содержит Год И Месяц В Следующем Месяце Будет Создана Новая Таблица То есть Чтобы Бесконечно Не Расти РССА Это Уровень Вайфая Когда Было Добавлено Это Когда Сам Гугл Прилетели Данные Это Данные Когда Были Считаны Температура Влажность Соответственно Дальше Мы Следим За Изменениями Вот И Еще Один Очень Важный Момент Плата Сбрасывает Свой Конфигурационный Файл И Если В этом Каталоге Лежит Файл С именем Конфиг Конфиг Джейсон Отличающийся От Ее Текущей Конфигурации Она Его В Очередной Сеанс Обмена Данными С облаком Она Его Закачает С себя И Применит Эти Параметры И Дальше Будет Использовать Их Свою Текущую Конфигурацию Она Сбросит Под Именем Конфиг Джейсон Бак То есть В частности Мы Можем Его Взять За Основу Для Вот И тут Мы Можем Поправить Либо Толерантность Либо Время Значит Замеры Допустим На 60 минут Каждые 5 минут Мы сбрасываем Данные Допустим Давайте Мы хотим Каждые 3 минуты Сбрасывать Я делаю Тройку Дело Сохранить И На блок Каж Скопировать Переименовываю Этот файл Конфиг Джейсон Без Точка Бак Ждем Очередных Изменений Данных Ну В моем Случа Это было До 5 минут Либо Если Меняется Температура И влажность В данный момент Ну Сейчас Сеанс Прошел Температура Влажность Не изменилась В пределах 2 градусов 5 процентов Поэтому Будем ждать Еще минут 4 Вот У нас Произошел Очередной Объем Данными Мы Увидели Что Добавилась Еще Одна Строка Влажность Поднялась По его мнению На 5 Процентов Но Это Не правда Такая Точность Дик Дэш Т11 Но Самое Важное Не Это Важно Что Он Считал Наш Конфид Джейсон Сбросил Свой Старый Бак Который В общем-то Эквивалентен Тому Что Есть И Теперь Он Будет Сбрасывать Данные Каждые 3 Минуты Давайте Давайте Подождем Итак Как Видим Прошло 3 Минуты И Данные Сбросились Несмотря На то Что Изменения Не Превышали Порогов 2 И 5 Вот Но Конфигурация Применилась Ну Собственно Говоря Это Все Вы Можете Каталог Которым Данные Сбрасываются Расшарить Для общего Доступа К каким-то Другим Людям И они Могут В эту Табличку Для Чтения Смотреть Данные Которые Сбрасываются Туда Единственный Конечно Момент Да Что В JSON Файле И в Баке Есть Ваш Пароль Для Wi-Fi В открытом Виде Поэтому Конечно Это Для Внутреннего Применения Вот Значит Такая Плата Работающая От Пауэрбанка Она Потребляет В общем-то Не сказать Что мало Но и немного И поэтому Современные Пауэрбанки Считают Что это Оборудование Не работает И выключается У меня есть Купленных Несколько лет Назад Пауэрбанков Древних Которые Как раз Не отключают Слава Богу И получается На ней работать Значит Убитый Аккумулятор От Ноутбука Распатроненный Ну Едва ли там Больше Одного Ампер часа Батарея Работает Два с небольшим дня В варианте Когда данные Сбрасываются Раз в 15 минут То есть Теперь С помощью Конфигурации Вы можете Настроить Это таким образом Чтобы Если у вас Питание Батарея Это достаточно Долго Работало Например Если мы Делаем Замер Каждые 300 секунд Это 5 минут А сброс Как бы Каждые 6 раз Ну То Раз в 30 минут Вы будете Или там Например Даже 12 Замер у вас Будет Раз в 15 минут 5 минут Происходить Да Кстати 15 Даже лучше 9 и 4 Вы Раз в час Получаете Гарантированные данные По которым Видно Что вообще Датчик работает И Раз в 15 минут У вас есть Проверка Как что И почему Но Этим параметром Вы можете Поиграться Сами Единственный момент Учтите Что Данные Первый раз Система Получит Обновит Конфигурацию Но если вы Что-то тут Напортачили Следующего Получения Конфигурации Может просто Не быть Вот Модуль Перезагрузить Чтобы он Принял Очередную Конфигурацию Ну то есть Аккуратнее С цифрами Все не так просто Ну и Подобные Системы Например Правда Это БМЕ 280 Конечно Вообще Все не так Вот Система Которая Молотит У меня На стенде Кстати К вопросу Об отличии Температуры То есть По мнению БМЕ Сейчас 26 градусов И 26 процентов По мнению ДШТ11 В этой же комнате Ну конечно Его греет ЕСП1 В легком сне 31 градусов 29 процентов То есть Я бы сказал 26 и 31 Это Сильно Большая разница Вот Конечно Подогревает Но Если мы бы Молотили В режиме Постоянно поднятого Wi-Fi То было бы Все еще печальнее То есть Грели бы Модуль Дай Боже Поэтому Модуль В принципе Неудачный Но Кое-как Работать с ним Можно Все необходимые Файлы Будут Под видео Значит Проект По умолчанию Собирается Под ЕСП0.1 С одним Мегабайтом Но Он может Собраться Под ЕСП0.1 С 512 Мегабайт Килобайт Флэша Единственное Что У меня Таких Модулей Нет Я не проверял Но По размеру Влезает Единственное Что Конечно Никаких ОТО Обновлений Там И так далее Даже Близко Быть не будет Потому что Прошивка Займет Почти Все Возможное Пространство Но Работа Тоже На этом Все Проект Бесполезен По сути Дела Но Как Отправная Точка Для Использования Облачных Сервисов Google То есть Криптовую Взять За основу Или же Каких-то Таких Вещей В общем-то Вполне Можно Его Использовать Надеюсь Было Интересно И полезно Всем Желаю Творческих Успехов Здоровья Поскольку Карантин Все Точнее Эпидемия Толком Не кончилась Берегите себя До свидания До новых встреч А еще Вопрос Момент Ищите Ответы Самостоятельно Не надо Заваливать Меня Глупыми Вопросами Если Вы Спрашиваете Глупые Вещи Значит Я вам В принципе Не смогу Их Объяснить Увы Вот Теперь Все Увы Продолжение следует...